Так, инстаграм уже пошел. Друзья, всем привет, кто к нам присоединяется. Присоединяйтесь, пожалуйста, мы вас очень и очень ждем, или вы нас кто кого. Будем сейчас выяснять. Тикток сейчас запилим и начнем наши беседы. Что? Все прошло, сейчас я посмотрю. Зайду со всех аккаунтов, которые только можно, чтобы посмотреть, как мы сидим. Это нам даже не показали, как мы выглядим. Может быть, что-то не то. Да нет, все в порядке, если что. Да, мы тоже очень рады. Мы сегодня почти что не опоздали. Друзья, всем привет. В какую камеру смотреть, Дим? Вот сюда, в черную. Отлично. Всем привет. На связи сильные новости. Со мной в гостях сегодня Ирина Евграфова, представитель ритуального агентства «Содействие». Прекрасное агентство. Много у нас все время шуточек с Ириным бизнесом. Наверное, сегодня в том числе мы не будем говорить о печали, о горе и о всем том, что связано с ритуальными услугами. Мы больше будем говорить про ритуальный бизнес в Беларуси. Некоторые секретики, возможно, Ира нам расскажет. Ну и немножко даже в какой-то степени посмеемся. Спрошу тебя про интересные случаи. Бывали ли они про мистику какую-нибудь вдруг. Ну и, конечно же, вы тоже можете задавать вопросы. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду модерировать. Мне будут помогать модерировать и смотреть комментарии в Инстаграме. Ну и, как всегда, самым активным мы разыграем вот такую фирменную кружку от сильных новостей самым активным. Лайкайте, комментируйте наш эфир, смотрите. И, конечно же, прямо сейчас напишите, пожалуйста, как звук, как нас слышно, все ли хорошо, все ли видно. Потому что мы очень заморочились в этот раз. Друзья, присоединяйтесь, пожалуйста, лайкайте наш эфир, смотрите. И совсем буквально через пару секунд, минут мы начнем наше интервью с Ирой Евграфовой. Что-то я еще хотела. А, Ир, расскажи, что мы от содействия будем разыгрывать. Во-первых, всем здравствуйте. Я очень плещена своим присутствием здесь. Рада, что Евгения меня пригласила. От содействия мы подарим 5 сертификатов на сумму 45 рублей на благоустройство, захоронения, либо на изготовление памятника первым пяти написавшим к нам в директ содействия Гомель в инстаграм. Как понять, что это вы содействия Гомель? Что там на авке нарисовано? Наш логотип это руки, которые держат бабочек. Вот как. И там написано содействие. Чтобы вы понимали, сегодня тема ритуальный бизнес и руки, которые держат бабочек, это как раз-таки одна из фишек, трендов, наверное, многих организаций. Может быть, не многих, но у вас точно, знаю, совсем другой подход. В том числе об этом сегодня поговорим. Друзья, ничего не слышно, но как-то ничего не слышно. Может, динамики у себя проверьте. Может быть, у вас на телефоне плохо слышно. Ну, еще, пожалуйста, кто к нам присоединяется, напишите, пожалуйста, слышно ли нас. Потому что мы уже скоро, наверное, с Ирой будем кричать. В инстаграме, кто нас смотрит, тоже пишите, как слышно. Будем сейчас проверять все наши микрофоны и все такое. Тема сегодняшнего эфира – ритуальный бизнес в Беларуси. Темы и вопросы, которые в том числе вы, может быть, где-то боялись спросить. А мы вот взяли, написали и обязательно сегодня спросим у Иры. Потому что вся редакция сильных новостей вчера мозгоштурмила, придумывала креативные, оригинальные, смешные, забавные, и где-то даже туповатые вопросы. Но от этого наша беседа должна быть яркой и интересной. У кого-то слышно, у кого-то не слышно. Проверьте, пожалуйста, динамики у себя в телефоне. Ну, а мы, собственно говоря, начинаем. Друзья, в ТикТоке, в Инстаграме, пожалуйста, шлите нам сердечки. Вот так вот сделать это можно. Несложно, легко. Вот. И, конечно же, скажу буквально несколько правил. Мы не обсуждаем политические новости в наших эфирах. Не пишите никаких лозунгов, ничего похожего в нашем эфире. Потому что, во-первых, мы сразу вас баним. А, во-вторых, не подставляйте, пожалуйста, нас. Ну что, больше ста человек нас смотрит. Ни одного плохого комментария, одни приветы. Так что это должно тебя подбодрить. Ну что, погнали наш эфир. И первый мой вопрос заключается в том, что, Ир, почему ритуальный бизнес? Вот почему? Расскажи. Я не могу сказать однозначно, почему. Может быть, это случай. Может быть, это судьба. Но эту нишу выбрал мой муж. Он в свое время пробовал продавать яблоки, картошку, мясо, строительство. Но задержался именно в этом бизнесе. Я думаю, что вероятнее всего это связано. У него немножко такая сложная судьба. Сестра, брат, мама, отец, все у него очень рано умерли. И он прошел через это горе. И я думаю, что вот эта ниша, ну, он сам ее прощупал, прочувствовал на себе. И я думаю, поэтому задержался в этой нише. Когда ты пришла в этот бизнес, тебе как? Как испугалась ты вначале? Какие твои первые ощущения были? Вообще, я очень долго сопротивлялась. Я всегда работала в продажах. И у меня это получалось очень хорошо. Я всегда хорошо зарабатывала. И муж у меня всегда говорил, почему ты кому-то зарабатываешь? Помоги мне, пожалуйста. Я не всегда справляюсь. Я сопротивлялась. Но когда однажды я проснулась и вижу, что моего мужа уже нет рядом. И когда я засыпала, его тоже еще не было рядом. Я поняла, что так не может быть. Что мне нужно спасать семью. Поэтому в этот бизнес я пришла, чтобы разгрузить мужа. настроить какие-то бизнес-процессы, ему помочь. Можно сказать, не по своей воле. Но потом, когда я стала это все изучать. Когда стала смотреть, как работают другие. И как хотелось бы мне, чтобы работали. Ну, я просто... У меня есть идея. У меня есть мечта. И поэтому я делаю все, чтобы мы стали ближе к этой мечте. Ира, вот тогда твои первые впечатления, они никак не складывались на то, что это ритуальный бизнес, гробы, венки и все такое. Ты смотрела на это просто как на бизнес-процессы. Правильно я тебя поняла? Или все-таки что-то было такое, типа, страшно? Вначале я шла настраивать именно бизнес-процессы. Не более того. То есть это прям вот самое начало. Потом, когда я их настроила, и когда мое присутствие в принципе не очень нужно было, когда уже на своих местах были нужные люди, а я идеей прониклась, я стала больше даже вдохновителем команды. Вот такой вот вопросик. Я даже его озвучу тебе так, как мы его сформулировали. Каково вам строить бизнес и дело жизни на смерти и горе людей? Ну да, ты так достаточно лояльно его сформулировала. А можно было пожестче еще, да. Пожестче – это очень такой триггерный вопрос для меня. Его обычно формулируют по-другому. Каково наживаться на горе? Во-во, да. Наживаться на горе, да. Наживаться. У меня встречный вопрос. Каково наживаться на радости? Каково наживаться на человеческом здоровье? Да, эти вопросы никто не задает. Кстати, да, это проект. Хорошо, что подметила. Все, учитывая, что вопросы здоровья, они тоже совсем не дешевые. Да, и там практически никто эти процессы не оплачивает. Да, в нашем случае немножко по-другому. Мы не наживаемся. У всех, у нас были случаи, когда, ну я так считаю, это мои ценности, ценности нашей организации. Мы помогаем пройти эту сложную ситуацию с наименьшими заморочками. То есть мы берем как можно больше процессов на себя, чтобы вы могли в последний путь проводить человека, выплакать это горе, проводить, ну отпустить это горе и не заниматься какими-то там вопросами. И идти там искать людей, которые вам помогут. Друзья, все, кто к нам присоединяется сейчас, вы смотрите прямой эфир сильных новостей. Сегодня в нашей импровизированной студии, хотя она на самом деле настоящая студия. Сегодня в нашей студии Ирина Евграфова, представительница ритуального бизнеса в Беларуси. И будем с ней говорить не только про ее команду, про ее организацию, а в целом про то, какие подводные камни есть в ритуальном бизнесе, как строятся цены в этом бизнесе, легко ли наживаться на смерти людей. Вот отвечали уже только что на этот вопрос. А еще немножко поговорим про сотрудников, какой отбор людей в команду вот в этом бизнесе, потому что согласитесь, специфический бизнес, специфические услуги в нашей стране. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто... даже не знаю, какой вопрос задать такой, чтобы не был грустненький. Кто у вас умирал в последнее время? Не знаю, так хочется провести такой позитивный эфир, но вот как-то не получается. Друзья, наверное, так, напишите, пожалуйста, в комментариях плюсики-минусики за то, насколько вам, не знаю, понравилась работа с тем агентством, с которым вы работали, работали ли вы с кем-то или занимались захоронением самостоятельно. Вот давайте немножко вот в эту тему поговорим. Да, вы можете, конечно, комментарии разные писать сейчас, но моя задача сегодня, я, конечно, понимаю, что это все грустно, печально, смертью, ужас, это все мы все проходим, и я, в том числе, относительно недавно через этого проходила, но наш эфир настроен на более позитивный, такой, скажем, лад, и мы немножко про другие процессы говорим, поэтому не обижайтесь, если я где-то после каких-то вопросов могу засмеяться и не пишите всякие плохие комментарии, потому что мы немножко про другое, можете меня не сбивать с мысли. Итак, Ира, скажи мне, пожалуйста, вот сейчас ты, насколько погружена в команду в процессы, вот вопрос про то, насколько ты работаешь со смертью, едет ли у тебя крыша, в конце концов, или ты как-то научилась отстраняться? Я понимаю, о чем ты. Я до сих пор не научилась работать непосредственно с горем. То есть, если бывают такие случаи, когда мне нужно самостоятельно проконсультировать человека, у которого только что произошло горе, я могу не сдержаться, я до сих пор плачу. Несмотря на то, что это не касается меня, но тем не менее у меня есть свой горький опыт, и именно он движет мною. И я когда слышу на другом проводе человека, которому действительно тяжело, мне точно так же тяжело, но тем не менее со временем, конечно, я держу себя в руках, я выслушаю, расскажу. Очень часто со мной из-за вот этого сочувствия бывает проще людям разговаривать. Были такие случаи, когда поднимаю я трубку, ну то есть менеджер занят, я начинаю разговор, передаю трубку, а ему говорят нет, мы не хотим с вами разговаривать, передайте трубочку девушке. Да, потому что я всегда очень включаюсь, и поэтому мне тяжело, и поэтому я крайне, прям очень крайне редко взаимодействую напрямую с людьми в стрессовых вот этих ситуациях. Скажи, а вот как ваши сотрудники, да, они могут ли отстраиваться от горя? У них есть ли такая, наверное, задача? Потому что бывает же, согласись, придет там, я, конечно, не знаю, как это на самом деле бывает, наверное, тебе виднее, но наверняка приходят в слезах достаточно часто. Я знаю, что у тебя есть сотрудница, которая могла условно и поплакать вместе с ними. Насколько вот это вот не сбивает крышу, в конце концов, жить в каком-то постоянной, в какой-то постоянной смерти с видом на гроба, гробы? Наши сотрудники достаточно часто выгорают, но тем не менее мужчинам работать у нас почему-то проще. Им проще отстроиться от этой ситуации и воспринимать ее только как работу. Вот мне нужно этому человеку четко рассказать, какие действия мы будем делать и какие действия должен он сделать сам, самостоятельно. Парням проще. Девочки, которые работают у меня, они тоже очень сильно проникаются, но многим это нравится. Очень многим нравится, когда они чувствуют искренность, да, искреннее сочувствие. У нас, кстати, очень долго был такой спор, что у моих ребят они обязаны приносить соболезнования. Они такие, блин, ну это же не всегда бывает искренне. Особенно, когда меня ночью поднимают, а вы требуете от меня, чтобы я сказала, примите мои соболезнования, как бы я себя бы собрал. Я говорю, ну тем не менее, когда кто-то чихает у всех у нас, автоматически выскакивает, будьте здоровы. Ну да. И никто не говорит, что это, блин, не искренне такая ситуация. Поэтому мальчикам проще, девочкам бывает достаточно сложно, но ситуации бывают разные. Евгений, вы такой прям сегодня прям злостный комментатор Жека, который прям вообще как-то вы так к этому относитесь к ритуальному бизнесу, как будто людям нужны вот только деньги, вот как раз таки из разряда наживиться на людях. Но на самом деле, когда, к сожалению, сталкиваешься с этими вопросами, иногда, и, кстати говоря, только потом начинаешь анализировать, как с тобой работали, и какие-то делать пометки, и посмотреть, что где-то достаточно корректно, некорректно. Потому что в стрессовой ситуации это сделать, к сожалению, невозможно. Ир, изменилось ли у тебя отношение к смерти со временем? Не знаю, может быть, ты как-то по-другому на смерть смотришь, философски или вообще? У меня изменилось отношение не к смерти, а к жизни. Да, потому что смерть – это как данность. Мы ее избежать не можем. Ну, нету таких способов, нету таких таблеток. Ее нужно просто принять. Она неизбежна. А вот путь – это важно. Важно, куда вы идете, с какими целями вы идете, и как вы обогащаете этот путь. Ссорами, обидами? Или вы живете с благодарностью родным, близким? Ну, для меня это очень философский вопрос. Но на смерть, ну, она просто будет. А вот жизнь зависит только от тех действий, которые делаем мы. Как интересно, работая в ритуальном бизнесе, начал пересматривать свою жизнь по-другому. Да, я настолько часто сталкиваюсь со смертью, что в последнее время мне прям хочется кричать. Люди, живите! Вот вы просто живите! Потому что она придет, и мы не знаем, когда. Да, и я понимаю, что, ну, я, может быть, это звучит… Не каждый поверит в это, но, тем не менее, есть определенные возрастные рамки. И у нас работа будет всегда, потому что мы работаем… Ну, это неизбежно. Просто неизбежно. А как вы пережили 2020 год коронавирус? Или 2021 год коронавирус? Коронавирус. Работы тогда было очень много. Невероятно много. Тогда просто захлестывали вот эти вот эмоции. Было сложно. Сложно коллективу. Ребята, я не знаю, они работали просто демно и ночно. Им просто огромная благодарность от нас, что они выдержали. А как выдержать? Как возможность было? Как может быть в такой момент самонасыщенно, когда умирали люди разных возрастов, вообще-то разных моментов? Как тогда вот можно было не поехать крышей, назовем это так? Так, это очень сложный вопрос. Откровенно, не знаю, как они выдержали, но тем не менее и жены, которые поддерживали ребят, и сами ребята просто огромные молодцы. Я всегда говорила, что у моей команды, у моих ребят очень большое доброе сердце. И я думаю, за счет этого они выдерживали. И тогда работали все его очень много и очень активно. Андрей, Андру, напишите, какой вопрос вы задали, и который вопрос не озвучили, потому что я пролистала все и не нашла вопроса, который можно было бы озвучить в прямом эфире. Адекватный вопрос, на который вы хотели бы получить ответы. Ну что, нас смотрят немало людей и больше тысячи лайков. Друзья, давайте, пожалуйста, поставим, немножко еще потапаем на экран, как говорят наши зрители, и немножко поднажмем с лайками. Напоминаю, что самым активным, которые оставляют нормальные, адекватные комментарии, вот ты меня предупреждала за хейт, а я не верила, говорила Ира, мы все промодерируем. Но, оказывается, это тема, которая, вопрос, конечно, как ты справляешься с хейтом постоянно, вот этим вот бесконечным, про наживание денег, что вы там то-то, вы там все-то, такие-то. Как ты с этим еще, еще и с этим справляешься? Ну, смотрите, вопрос в том, что, не знаю, могу привести пример. Если я назову тебя глупой блондинкой, ты мне что скажешь? Ты вообще, где ты видишь блондинку? Да, где ты видишь блондинку? Точно так же я могу ответить. Ну, мне нечего сказать этим людям. Я понимаю, что есть организации, работают по-разному, везде работают разные люди, и вся организация, это не только я и мой коллектив, да, и да, мы косячим, однозначно. Я не знаю ни одного человека, который не косячит, бывает такое, но вопрос в том, чтобы вовремя исправить этот косяк. И признать ошибку. И признать свою ошибку. Друзья, попробуйте, не знаю, может быть, чуть громче, чуть кто будет, ну, тут кто-то говорит, что плохо, кто-то говорит, что нет, наверное, в том числе зависит не от нас, но, тем не менее, сегодня говорим про ритуальный бизнес в Беларуси. Как видим, эта тема вызывает огромное количество споров с нами в том числе, хотя с нами нечего спорить, мы просто разговариваем на эту тему и предлагаем вам взглянуть на этот бизнес, в том числе бизнес на таком вопросе, простите, на смерти людей, немножко с другого ракурса. И не нужно хейтить, пожалуйста, нас, хотя мы в целом к этому готовы, да. Да, спасибо за вопрос, Мурал, прекрасный вопрос. Наконец-то, тяжело ли принимать людей, у которых умер ребенок? До последнего момента мы, в принципе, этим не занимались. То есть вы отказывали людям? Да, мы не отказывали, мы направляли их в другую организацию. А, вот оно как. Потому что это прям очень сложно. Буквально на прошлой неделе у нас поднимался, да, ребята помогали, но у нас даже не было принадлежностей для ребенка. И буквально на прошлой неделе мы приняли решение, что, в принципе, если людям нужна помощь, качественная помощь. Не просто сделать на... Ну, понятно, да. Не должно быть, да. А качественную оказательность, не просто помощь, а поддержку. Мы завезем принадлежности и по возможности будем помогать. Но до прошлого месяца мы старались не ввязываться, потому что это очень и очень тяжело нам морально. Но, тем не менее, это тоже помощь. Вне зависимости от возраста это тяжелее, особенно когда у всех есть свои маленькие дети. Это всегда больно. Но мы как-то будем справляться. Как называется сторожка на кладбище? Спрашивает Мяско. Я не очень понимаю, что за вопрос, но... Ну, наверное, мне кажется, ребята ее так и называют. Сторожка. Встречаемся возле сторожки, да. Я, если честно, не знаю происхождение этого слова, откуда оно. Но как-то так, да. Хорошо. Ну что, погнали дальше. Друзья, спасибо за все ваши комментарии, за все, за все ваши комментарии. Но, тем не менее, наш прямой эфир именно с этой темой продолжится дальше. Леша, говорю, уже привыкла с коллегой, и ты говорю, Леша, Ира, расскажи мне, пожалуйста, почему в магазинах пахнет ладаном? Или вот ты заходишь в ритуальный магазин, и все время там один запах. С чем он может быть связан? Ну, я вообще думаю, что, скорее всего, это не просто ладан, а вероятнее всего, это венки, которые делаются из пластика, и свечи. И вот огромное количество всего этого, которое обычно присутствует в стандартных ритуальных магазинах, производит вот такой достаточно специфический запах. Там масла всякие стоят, свечи, вот это вот все. Это делается специально или так получается? Это не специально, это особенности на продукции, которую продают. Можно ли как-то это изменить? Ну, тот, кто был у нас в магазине, мы это изменили. Просто вынесли венки, да? Да, а теперь те, кто заходит в магазин, они не видят этих венков, они не видят этих гробов. Не каждый хочет это видеть, поэтому у нас достаточно светлое помещение, и нету этого запаха. Из-за отсутствия, в принципе, этой продукции. Ну, собственно говоря, один из вопросов тоже, почему в ритуальный магазин страшно заходить? Потому что ты все время видишь гроб, венок, и вроде бы все в жизни хорошо, да? Но какой-то вот этот вот мандраж чувствуется. Да, это про ассоциации и про то, что когда-то все мы перенесли. У каждого в своем возрасте настигает смерть близкого. И это вот про эти эмоции, вы когда заходите в магазин и видите вот эти вот атрибуты ритуальные. Что-то где-то болит, что-то где-то щемит. И у каждого свои ассоциации, и очень многие. Это про боль, про переживания за близких, про прожитый опыт. Немножко давай поговорим про работников, да? Ты говорила не раз уже про свою команду, хвалила, благодарила их. Расскажи, есть ли какие-то специфические требования какие-то к работникам в ритуальном бизнесе? Стрессоустойчивость, не знаю, мужчины, женщины, отсутствие условно родственников. Ну, это я так сейчас фантазирую, да? Уже немножко пытаюсь сбавить накал этой грусти, да? А какие требования, как вы выбираете сотрудников? Ну, смотри, к нам очередь из сотрудников не стоит. На сегодняшний день мне как минимум два человека нужен. Водитель и санитар. Я их ищу уже около месяца. Сфера услуг, ну да, ты видишь по хейту, в принципе, по отношению людей к этой теме. Сфера очень сложная, и не каждый хочет к нам идти работать, несмотря на то, что мы, чем мы можем привлечь человека? Кромчик. Какими-то ценностями организации, ну и, соответственно, зарплата. Это все, что мы можем. Мы не можем их обродить психологически, несмотря на то, что у нас есть штатный психолог, к которому можно обратиться. И периодически она проводит мероприятия внутри организации. К тому же мы и нашим клиентам предлагаем услуги психолога. Если вам очень сложно, вот, пожалуйста, мы за ментальное здоровье человека, и мы понимаем, насколько сложно в таких ситуациях. Какое собеседование вы проводите? Какие самые неординарные вопросы, возможно, вы задаете? Понимаешь, что это дело? Попасть в отдел продаж благоустройств, памятников к нам сложнее. Там у меня очень много анкет, где мы выявляем ценности человека и способности человека. Когда в исполнителе ритуальных услуг там нету очереди, там с собеседованием все гораздо проще. Вы приходите и говорите, что я готов, я стрессоустойчивый, я выдержу эту эмоцию, я готов помочь, учиться. Мы разберем и пробуем. Здесь только неделя-две месяцы. Обычно это договор подряда, когда человек пробует. Некоторые на следующий день уже приходят и говорят, все, мне снится покойник, я не буду с вами работать. Бывает такое. Должен ли обладать сотрудник в магазине, в бизнесе, в этом, который непосредственно работает с людьми, определенной внешностью? Или наоборот, он должен там, условно, не быть татуировок или какая-то приятная внешность? Есть ли отбор по внешним критериям? Ну, это незаконно. Начнем с этого. Мы стараемся не допускать этого. Я считаю, что внешность это не важно. Важно, как ты работаешь с человеком. Готов ли ты давать ему пользу и заботу? Поэтому по внешним признакам нет. Мы не отбираем людей. Может быть, нет, однозначно. Нет. То есть, может любой прийти. А когда-нибудь были комментарии от людей, что мне, например, этот продавец, сотрудник не понравился, потому что у него там, не знаю, опять сережек в ухе? Не было у нас такого. Несмотря на то, что были парни с сережками, были парни и с заболеваниями кожи. Но, тем не менее, я понимаю, что это влияет на первое впечатление. Но когда начинаешь с ними общаться и понимаешь, что это не важно, это все уходит на второй план. То есть, я за адекватность. Ира, скажи, пожалуйста, ритуальные услуги это только похороны или нет? Там ритуальные услуги это еще про благоустройство захоронений и про, я это называю, сохранить память в камне. Про памятники, которые мы также изготавливаем и все эти услуги мы оказываем. Какие самые популярные? Какие самые популярные? Ну, стандартно организовать похороны и сделать благоустройство, либо сделать памятник. Три основные услуги. А что еще из необычного, нестандартного, может быть, есть такое, что заказывали когда-нибудь такое было, что ты помнишь? Звонили, просили похоронить любимого муравья Геннадия. Серьезно? Да, я очень долго смеялась, да, милый голос звонит и говорит, похороните, пожалуйста, муравья Геннадия. Что вы отвечали на такое? Ну, к сожалению, не занимаемся таким. Примите соболезнования, попробуйте с этим горем справиться. Слушай, ну, раз ты тут про муравья рассказываешь, у меня был вопрос про домашних животных, да, это отдельная проблема не только в нашем городе, в Гомеле, но и, не знаю, в Минске может быть так получше, но тем не менее, да, людям... Домашние животные, это часть семьи, это домашние любимцы, их тоже не выкинешь на мусорку после смерти, а специализированных мест, может быть, тут меня поправь, в Гомеле нету для того, чтобы захоронить домашнее животное. Это происходит где-то в лесу, на окраинах парка, мы периодически пишем новость, что там стихийное кладбище домашних животных образовалось, кто-то там может разрыть эти могилы, в общем, жуть. Что с этим в Гомеле, вот расскажи, вот умерла собака, котик, не знаю, крыска, что делать? Ну, откровенно говоря, когда-то, несколько лет назад, мы задавались этим вопросом и хотели открыть крематорий для животных, но с этим не все так просто, и это не так дешево, ну, то есть, эти похороны будут стоить достаточно дорого, и я не уверена, что мы найдем клиента на это. Но дорого это в пределах примерно хотя бы каких сумм? Мы считали годы три назад, и уже тогда это выходило... Ну, давайте я не буду сочинять. Ну, на тот момент мне казалось, что это достаточно дорогая услуга, которая не соответствовала ожиданиям человека, однозначно. Потому что это надо было покупать крематорий, там много вопросов было по согласованию этого крематория, потому что к крематорию животных такие же требования, как к крематорию для людей. Это определенное большое пространство, это определенная земля. Ну, там... То есть, что делать сейчас, вот если собака умер, что убирать? Вообще, какое-то время говорили, что у нас открыли мобильный крематорий. Что значит мобильный крематорий? Мобильный крематорий, это не крематорий большой, а когда печка в каком-то... Ну, я не буду сочинять, но это называлось мобильный крематорий. Скорее всего, что поработал, но недолго, потому что я уже давно про него не слышала, но были такие слухи, однозначно. Потому что мы в тот момент тоже думали про это, и я такая, ну все, муж, ну как бы все, уже открылись, мы закрываем эту идею и забываем про нее, в принципе. Потому что были варианты, ну, думали мы об этом. А есть ли в Беларуси кремация вообще, насколько я знаю, есть, но тоже с этим не так все просто? Не так все просто. В Беларуси единственный крематорий, который находится в Минске. Он единственный под Минском, но ходят слухи, что уже выделили землю под строительство крематория в Гомеле. А это будет не так быстро, я думаю, но ходят слухи такие уже достаточно давно, и мы, в принципе, готовимся к этому. То есть для того, чтобы, если сейчас человек хочет после смерти, чтобы его кремировали, сейчас везут в Минск, и потом прах возвращает туда, куда надо. А сейчас, возможно, когда-то это будет уже и в Гомеле. А можешь ли ты рассказать, не знаю, как-то правильно вопрос корректно задать, причины, почему люди так выбирают? Может быть, вы сталкивались, почему именно так, а не иначе, не по привычке, не по стандартному? С чем это может быть связано? Ну, у каждого разные причины. Чаще всего кремацию используют те люди, которым прах нужно транспортировать за границу. То есть чисто транспортировочный вопрос, логистический? Да, это проще. Тебе выдают все документы, ты можешь ехать на поезде, в самолете, где угодно, и перевозить этот прах. Если это все происходит на катафалке, то тут сложнее и намного дороже. Да, вот одна из причин именно транспортировка в другую страну. Я думаю, что есть люди, которые также заботятся о природе. Да, потому что кладбища растут настолько быстро. Безусловно. Да, для них выделяется очень много земли, что вот, например, у нас в Гомель, в принципе, уже очень много закрытых кладбищ, куда не попасть. Там уже невозможно кого-то захоронить. Стукачевка тоже уже разрослась. Там целый город. Я думаю, что может быть еще и эта причина. Ну, а кто-то просто считает, что так проще. Вот, например, моя сестра уже давно сказала, кремируется меня. Ну, без объяснения причин. Вот и все. Ой, да, и раз мы уже зашли речь про кладбище, есть ли в Гомеле, не знаю, как вот, знаешь, в Москве есть новодевичье кладбище, да, там, где звезд, где престижно хоронить. Есть ли в Гомеле такое? Или в Гомеле просто где есть место, там и хорошо? И насколько, ну, ладно, насколько сложная, это уже вторая часть вопроса, но давай про кладбище. Где в Гомеле есть, есть ли крутое? Ну, смотри, не то чтобы крутое, есть определенные места, на том числе Ткачевском кладбище, которые предназначены для людей с особыми видами заслуг. Вот, по каким критериям они выдаются, откровенно говоря, я не знаю. Мы с такими захоронениями не сталкиваемся. Несмотря на то, что к нам обращались люди с достаточно высоким положением в нашем городе, но, тем не менее, туда, ну, я даже не знаю, там, может быть, военные какие-то заслуги, может быть, какие-то научные заслуги, мы откровенно не сталкивались. Есть ли сложность, ну, вообще, на самом деле, есть сложность с захоронениями в Гомеле, да, что, на самом деле, это не так-то все просто сделать? Есть ли случаи? Я знаю, что не есть, но мне хочется, чтобы ты подробнее про них рассказала, когда заранее к вам приходят, ну, там, знаешь, мы когда говорили, это может, конечно, прозвучать так, что сейчас все напишут сообщение в комментариях, что нельзя так говорить, но, знаешь, как это мы назвали? Ранее бронирование, да, то есть, может быть, бабули какие-то одинокие к вам приходят и говорят о том, что вот вам деньги, вот сделайте, пожалуйста. Есть ли такое? И как вы к этому со временем относитесь, да? Ну, смотри, на сегодняшний день у нас есть такая услуга, как мы можем заключить прижизненный договор. Чаще всего к этим договорам, как ты говоришь, обращаются именно одинокие люди, либо люди, которые переживают, что никто об этом не позаботится. Ну, это очень часто бабушки, у которых дети пьют, да, вот, неблагополучные, но которые уже переживают, отлаживают. Бабушки, которые приходят и покупают гробы заранее. И ставят еще у себя их комнате? Я знаю, что обращался к нам человек, говорит, у нас в Тамбуре стоит гроб. Бабушка просто решила позаботиться об этом. Работала у нас девушка, она тоже говорит, что вот у моей бабушки в летней кухне уже стоит гроб. Она уже готовится. Звонила мне как-то бабушка, спрашивала размеры наших подушек. Я, говорит, себе шью наволочку. Мне хочется смеяться, но это жуткая, конечно, история. Но, тем не менее, ими что-то движет, и я думаю, что это... Вы беретесь за такие? Ну, конечно, да. Мы заключаем договор, но мы прекрасно понимаем, что не факт, что именно нас вызовут. Потому что этот договор бабушки могут положить где угодно, не факт, что его сразу найдут. То есть она не платит сразу? Она не платит. В нашей стране положено пособие на захоронение. И это достаточно внушительная сумма. Сколько сейчас? На сегодняшний день 1900 с копейками. То есть этого пособия достаточно, чтобы достойно похоронить человека. У большинства, у кого есть необходимость сэкономить, деньги остаются. Есть люди, которые выходят за этот бюджет. Ну, а тут как выберешь? Да. Ну, в магазине у нас есть гробы от 100 рублей и до бесконечности. Там это несколько тысяч белорусских рублей. Все зависит от того... Ну, все мы живем по-разному. И каждому нужны какие-то свои вещи. Короче, раннее бронирование возможно, но все не факт, что действительно вас вызовут именно вас. То есть, по сути, это получается так, что человек хочет убедиться, что его похоронят за достоинство. Он заключает договор с любой ритуальным, любым ритуальным агентством, который хочет. И в случае смерти, когда она наступает, вам вроде как бы должны позвонить и сказать, что вот по договору. Вот Евгения, задаю вопросы Ирине Евграфовой, представительнице ритуального бизнеса в Беларуси, в нашей Гомельской области, Гомеле и так далее. В конце эфира я разыграю самым активным, прям даже не знаю, кого выбрать из этого активного числа, кружку. И подарю вам за активность, за лайки, за комментарии, за адекватные вопросы. Подчеркну адекватные, грамотные, интересные вопросы, которые можно озвучить в эфире. И Ирина от своей организации, ритуального агентства «Содействие» предоставляет 5 сертификатов на 45 рублей на благоустройство захоронения. Как получить эти сертификаты, можете прямо сейчас написать в инстаграм «Содействие Гомель», правильно? Там светлый такой аккаунт. Напишите, что вы смотрите эфир с Ириной и услышали эту новость. Первым пяти подарят сертификат. Так что еще интересненькие вопросы про цены, про интересные случаи из практики у нас остались на эфир. Поэтому не переключайтесь. Конечно же, буду просить вас лайкать этот эфир, несмотря на то, что тема вам очень не нравится. Но тем не менее, нас смотрит достаточно много людей, поэтому мы будем продолжать. Если есть вопросы, пишите обязательно, будем задавать. На кружке написано «Сильные новости Гомель Тудей». Самые необычные похороны… Кстати, давай вот прямо сейчас. Может быть, у тебя есть какое-то воспоминание? Самые необычные похороны, которые были? Прям самые необычные похороны нет. Самые дорогие похороны? И самые дорогие похороны нет. Ну вот нету. До ниши ВИП, прям ВИП-ВИП. Мы еще растем. И все-таки такие похороны обращаются больше в государственную структуру, потому что они выделяют зал профсоюзов для прощания с человеком. Мы не обладаем такими ресурсами, поэтому прям ВИП-ВИП нет. Хотя однажды к нам обратились, по телефону все вроде как стандартно, сейчас мы подъедем, но нам пообещали, что, ребят, малейший косяк, и вы с завтрашнего дня не работаете. И вы не взялись за это дело? Нет, мы не могли даже отказаться, потому что выбора не было. Вы либо делаете хорошо, либо вы с завтрашнего дня не работаете. Но тем не менее мы потом получили большую благодарность. Фух, подумали, да? Ну да, конечно, это немножко так страшно, но когда ты понимаешь, что, блин, ну все, ребята нормальные, справлялись и справятся в этот раз. И все было хорошо, как бы, да, мы с вами. Ира, расскажи вот немножко про цены. Сейчас триггернем нашу аудиторию про цены. Все пишут, наживайтесь, ужасно дорого. Все дела, да, безусловно, это дорогая услуга. Я сама недавно делала бабушке памятник. Конечно, это удовольствие не из дешевых. Расскажи нам, насколько это возможно, немножко подводных камней, почему такие цены в ритуальном бизнесе? Почему именно, с чего, может быть, они складываются? Почему цены растут? В последние, наверное, года два, вообще цены еще больше выросли, хотя это не дешевое. Сейчас говорим с тобой про памятники. Ну, наверное, да, давай так, да. Потому что непосредственно ритуальные услуги, услуги по захоронению, они, у них прям сильного роста не наблюдается. Потому что очень высокая конкуренция, да, видите, конкуренция, это не всегда плохо. Во всяком случае, в ценообразовании демппинг, он есть всегда. И поэтому цены, вот именно в оказании услуг сильно не растут. Что касается камня, ну да, тут есть очень много, в том числе политических условий стоимости камня. Потому что раньше мы возили камень из Украины, он был самым недорогим. Раньше логистика из Карелии тоже была намного дешевле. И каждый год происходят какие-то катаклизмы, не катаклизмы, а какие, ну вот форс-мажоры как-то еще назвать. То война, ковид, когда был большой спрос, и карьеры просто стали плакать о том, что у нас заканчивается камень. Не то, чтобы камень заканчивается, ликвидный, который можно использовать под памятник. Потому что, когда люди приходят заказывать памятник, они же хотят красивый цвет, чтобы он был черный, без вкраплений. Такого камня на самом деле, как утверждают наши поставщики из Карелии, не так уж и много. Да, сейчас мы стараемся его обыгрывать. Если есть где-то какие-то прожилки светлые на черном камне, мы предлагаем медальоны. Ну, это, соответственно, влияет на стоимость. Ну и у нас уже не хотят обычный черный камень. Люди хотят выделяться, люди хотят цвет, люди хотят креатив. Ну и, соответственно, это влияет на стоимость. Хотя мы привезли и уже второй год реализуем белорусский камень, тоже белорусский гранит. Он намного светлее, но, тем не менее, если есть необходимость, он тоже очень, достаточно неплохо смотрится. Портрет на него наносится. Он виден не так четко и ярко, но, тем не менее, это очень неплохой аналог. Но по цене он не намного дешевле, потому что тут задействована дорогостоящая техника, ручной труд. Кто из вас пойдет в эти карьеры работать за три копейки? Никто не пойдет работать. Все эти факторы влияют на стоимость. Можно ли как-то сэкономить скидки, не знаю, может быть, какие-то спецпредложения, можно ли как-то... Да, у нас идет не сезон. Не сезон, это... Сезон, это когда мы не можем устанавливать памятники и делать благоустройство. Но, тем не менее, у нас есть сотрудники, которым зарплату нужно платить. И тут речь уже идет не о том, чтобы заработать в принципе, а речь идет в том, чтобы хотя бы выплатить зарплаты. Да, чтобы человек не ушел от меня, а также остался по-прежнему работать. И тогда мы делаем скидки. Вот вне сезон, прямо сейчас он начинается. А вне сезона-то во сколько? Скажи вот это примерно. С какого по какое? Ну, это с октября по конец января. То есть это такой зимний-зимний такой... Такой зимний период с февраля уже поставщики нам присылают новые цены. И каждый сезон это новые цены. Растет стоимость труда, растет стоимость инструмента. Ну и все это сказывается на стоимости и самого памятника, и самого благоустройства. Потому что там тоже очень много используется инструментов и других материалов. Правильно ли я понимаю, что цена на захоронение, именно на захоронение, да? Там тоже вот про то, что как раз таки наживаются на горе. Это уже как раз таки эта тема. Тут насколько дорогое ты выберешь, настолько ты и заплатишь. Потому что есть разные все атрибуты, начиная там от гроба за 100 рублей до бесконечности и так далее. Совершенно верно. Вот многие приходят, вот, а вот у меня сосед заплатил вот столько-то. А вот этот сосед заплатил вот столько-то. Нету какой-то средней цены. Все зависит от того, какой товар вы выберете. Потому что тут же венок можно купить за 15 рублей, а можно купить за 150 рублей. То есть, кто приделал в ценах, нету. Все зависит только от того, что вы хотите. Подарочные сертификаты можно дарить? Есть ли у вас такая услуга, подарочный сертификат? Смотрите, есть. Да, без проблем. Такое популярное вообще? Нет, его не покупают. Но тем не менее, своим клиентам мы всегда даем подарочный сертификат. Если он вам не нужен, то вы можете отдать тому, кому он нужен. А постоянные клиенты есть? И если это постоянные, то это кто? Есть люди, которые обращаются к нам постоянно. Есть люди, которые нас рекомендуют. И на сегодняшний день сарафанное радио это основной источник. По рекомендации или уже присутствовали где-то, видели, как ребята работают. Либо вот там сосед подсказал, еще чего-то. Но вот в основном так. Супер, спасибо сер0003 за ваши классные вопросы. Буду задавать их в процессе. Тоже у меня есть вопросы, которые вы задаете в списке. Но идем немножко потихонечку, помаленечку. Хотя уже почти 50 минут эфира прошло. Друзья, всем привет! Вы смотрите Сильные Новости. Меня зовут Женя. Сегодня мы с Ирой Евграфовой разговариваем про ритуальный бизнес. И сейчас начнем разговор в том числе про то, какие нюансы есть в Беларуси, связанные с ритуальным бизнесом. Потому что писать в комментариях о том, что все наживаются и кучу денег зарабатывают, это одно. А знать нюансы бизнеса, сложности, законы, наверное, больше ограничений, чем всего остального, это уже другое дело. Нисколечко не говорю, что комментаторы наши не хорошие люди, а ритуальчики плохие или наоборот. Но тем не менее, нужно... Кстати, могу пригласить, если вы прям очень сильно хотите нажиться на чужом горе, приходите, попробуйте, каково это. Насколько легкие эти деньги. Нам нужны сотрудники. Приходите, пожалуйста. Санитарам особенно, да? Особенно санитарам, да. Да, водителям тоже приходится достаточно... водители-грузчики, они у нас совмещают несколько функций. Им тоже очень... всем тяжело. Ира, скажи мне, пожалуйста, хотела бы, что ты твой ребенок занимался ритуальным бизнесом или все-таки выбрал какое-то другое направление? Вот как ты на это смотришь? Ну, я не хочу сказать, что я бы хотела. Я бы хотела, чтобы мой ребенок выбрал сам. Вот захочет продолжать, пусть продолжает, настаивать, ну, нет, я однозначно не буду. Это просто прям 100%. Это просто актеры часто говорят, что я бы своему ребенку не пожелала работать в этой профессии. Ну, вот поэтому и спросила, насколько ритуальный бизнес. Ну, я думаю, что мой ребенок с детства все это видит, и он сам примет решение, насколько он хочет в этом выйти. Слушай, а когда-нибудь у твоего ребенка спрашивали, кем работает мама, что он отвечает в этом смысле? Ну, на самом деле, насколько я понимаю, мой ребенок еще маленький, ему 5 лет. Он просто говорит, что у меня мама-директор. Все. А папа? И папа-директор. Мама и папа-директора. Мама и папа-директор, да. Супер. Ничего сложного? Так, хорошо, друзья, читаю ваши комментарии. Спасибо за вопросы, за комментарии. Буду, конечно же, просить лайки нашему эфиру. Может, тема вам не очень нравится, но лайк эфиру, лайк тому, что мы здесь сегодня все собрались. Буду просить. Ир, почему в этой сфере такая большая конкуренция? Денеги, не знаю, что. Все думают, что, блин, нажиться на горе, это круто, это легко и просто. Просто, ну, судя по всему, не совсем легко, не совсем просто. И тот, кто приходит в этот бизнес именно вот с этой целью, ну, они тихонечко где-то работают, ну, повезло, урвали, ну и все. Так же быстро и, возможно, закрываются некоторые. Так же быстро появились и исчезли. Скажи, можешь ли ты какие-то рассказать подводные камни ритуального бизнеса в Беларуси, насколько это возможно открыто говорить, и то, чтобы было немножко понятнее, насколько вам часто непросто работать? Основной подводный камень – это психологическая нагрузка, ни больше, ни меньше. Это все, что на сегодняшний день мне приходит в голову. Другой подводный камень – это то, что нам приходится в организации последнего пути человек нам приходится взаимодействовать с другими государственными, очень часто, организациями. И вот тогда бывает непросто договориться, услышать участие, да, или вот попросить, что такая сложная ситуация, нам нужно ускорить. Бывают сложности вот с этим, именно взаимодействием с другими организациями. И очень часто прилетает именно нам за вот эти вот взаимодействия, что где-то там кто-то даже вот в церкви, в последний раз девушка приходила в слезах, я не буду вам платить за церковь, потому что на меня батюшка накричал. Ну, вот и делай, что хочешь. Человек в стрессе, он там стресса хапанул еще больше, и я нахожусь перед человеком, и я понимаю ее горе, я понимаю ее стресс, и вот это вот все прилетает ко мне. Ну, как-то находим, договариваемся. Ну, вот интересный комментарий, что пишут у работников большие зарплаты, но обратите внимание, что несмотря на то, что у работников ритуального бизнеса большие зарплаты, но работники в эту сферу постоянно нужны, потому что не найти кадры. Тем не менее, людям предлагают зарплату, да, если уж прям по факту говорить, предлагают зарплату, но тем не менее охотников на эту должность нет. То есть все, кто пишут в комментариях, мол, ничего они там не делают, то приходите, поработайте к Ире, посмотрите, получайте хорошие деньги, но и каждый день сталкивайтесь с горем других людей и психологически умейте это выносить. Поэтому давайте немножко будем, наверное, благодаря этому эфиру немножко терпеливее и адекватнее относиться к той работе, которую делают люди, несмотря на то, что вам кажется, подчеркиваю, кажется, что это вот так вот очень легко и просто. Ир, скажи, как вы развиваете соцсети, как вы, как вообще, как маркетинг в этой сфере, это что же, это нельзя рекламировать. Люди наверняка в инстаграме не хотят видеть гробы, тут листаешь ленту морюшка, морюшка, морюшка гроб. Да, на самом деле, вот с маркетингом у нас очень сложно и очень дорого, прямо очень дорого. В нашей сфере, наверное, самые дорогие расценки, например, на контекстную рекламу. Тем не менее, у нас команда очень адекватных людей, мы садимся и думаем, а что бы мы хотели видеть, либо чего мы не хотели бы видеть. Плюс ко всему мы стараемся посещать специализированные выставки, где ребята тоже давно вращаются в этой сфере и которые тоже хотят не просто транслировать о том, что они ритуальщики, которые хотят нести ценности и сделать ритуальную культуру не такой страшной и не такой пугающей. Да, вот это вот правильное слово. И мы все вместе смотрим на друг друга, разговариваем, пробуем. Метод проб и ошибок самый классный метод, в принципе. Например, на сегодняшний день я вынашиваю идею. Я очень хочу... Вот видишь, твой эфир это просто подтверждение тому, что хейта и заблуждений в этой сфере очень много. Я бы хотела провести большое городское мероприятие, где рассказать, показать людям ценности и рассказать про жизнь и про смерть. Пока это только идея, но мне очень хочется говорить об этом. Говорить, что не все так плохо и не все так страшно. Это неизбежное. С этим надо просто смириться и жить и наслаждаться сегодняшним моментом. Поэтому я надеюсь, что я когда-нибудь дорасту до вот этого мероприятия, чтобы рассказать всем, как можно и как нужно. У меня другой вопрос, как туда людей позвать, так, чтобы они пришли на это мероприятие. Какой-то инфоповод нужно создать. Слушай, ну вот давай спросим у твоих подписчиков. Вот пошли бы они на такое мероприятие или нет? Опять же, друзья, вот Ира закидывает в вас вопрос. Пошли бы вы на городское мероприятие, где бы рассказано было о чем? Ну я думаю, что это было бы мероприятие от ритуального агентства. Но это мероприятие было бы про жизнь, где бы мы вам показали, как вы просто, простите, тут пи-пи-пи-пи, просираете свою жизнь. А как можно и как нужно? И рассказали бы истории. Вот очень меня зацепила одна история на мероприятии в бизнес-клубе Афина, когда одна из предпринимательниц рассказывала о том, что да, я всю жизнь пахала, я заработала много денег. Но когда мне поставили диагноз РА, я понимаю, что не мои деньги, а не то, что я полжизни провела на работе, мне не помогут сейчас. И что мне нужно пересмотреть свое отношение не к смерти, а к жизни. И вот я бы хотела вот такое мероприятие вот с такими историями, трансформирующее какое-то. Вот есть мысли, но пока не совсем понимаю, и стихий там много. Поэтому будем думать. Ну мне, кстати, нравится идея. Вот сейчас ты рассказала, мне нравится. Да, это, конечно, будет сложно. Ну, Андрей, задайте конкретный вопрос. Вот Андрей, пожалуйста, Андру, как вас зовут правильно? Задайте конкретный вопрос, потому что я вижу вопрос, который задает сер 003 Андрей Петренко. Вижу, как скорым сколько платят этот такой странный вопрос. Не очень понимаю, как на него ответить, и поэтому не задаю его. Но один из таких похожих вопросов у меня будет. Ира, скажи, пожалуйста, были ли у тебя какие-то странные просьбы от клиентов? Прямо что помимо муравья похоронить Геннадия? Может быть, еще какие-то были такие, может быть, странные, неуместные, неадекватные просьбы от людей? Да, вспомнилось сейчас. Просили после захоронения сделать эксгумацию, потому что забыли с пальца снять колесо золотое. Вы делали? Нет, конечно. А эксгумацию сделать не так уж и просто. Да, там это куча инстанций, документов, и это тоже не бесплатно. Да, ну вот, просили, но мы не делали. Ну, я думаю, что золотое кольцо проще купить, я не знаю. Ну, я не знаю, с какой-то... Тут надо считать, наверное, да? Кого плохо слышно, меня или Ирину, кому громче говорить, скажите, пожалуйста. Потому что я уже стараюсь говорить громко. И вот это вот все, да. Сейчас Ира, как нам скажет, как ты можешь говорить. Так вот. Ну что, неинтересное, конечно, кольцо, да. Были ли какие-то еще интересные случаи? Вот буквально вот, да, что-то крутилось. Вот в процессе я уже немножко подзабыла, увлеклась. Знаю, что буквально недавно делали на памятник, отрисованный от руки, не портрет женщины, а там вот, я не знаю, это портрет какого-то божества в пятиконечной звезде. Причем женщину звали Аида. Нет, она Аидовна. Но это было, выглядело немножко странно и необычно. Ну и тот, кто заказывал этот портрет, он со своей системой ценностей, и он, в принципе, со своими взглядами на это. Но это так немножко... Но вы делаете все равно такое? Мы делаем, да. По-противе, конечно, мы, если это в наших силах, в наших возможностях, да, мы это делаем. Слушай, ну вот вопрос, кстати говоря, про то, можно ли похоронить какими-то религиозными деталями, особенностями нестандартными, или, например, стоя человека, или вот знаешь, в редакции мы думали об этом, что можно ли плакальщиц заказать? Вот знаешь, есть... Было раньше такое. Не было раньше плакальщица. Это стандартная должность, например, в Гродно. Там без плакальщиц практически не отходятся ни одни похороны. То есть мы немножко ближе к России, у нас другие традиции. Тот, кто живет ближе к Европе, в Гродно, плакальщицы всегда присутствуют на похоронах. Причем буквально пару лет назад мы ездили к коллегам. Мы очень любим перенимать опыт, делиться своим, чтобы привносить, ну, чтобы быть... Идти в ногу со временем, и чтобы мочь отвечать на требования наших клиентов. И вот он рассказывал, что пригласили плакальщицу, которая настолько реалистично играла свою роль и плакала, что ее и жена, вот мужчины, который умер, просто на похоронах взяла и оттырила, простите. Вот был такой случай. Не у нас, рассказывали коллеги из Гродно. А вот вам и плакальщицы. Поэтому это еще и опасно. Переиграла роль. Слишком много плакала. Я должна была плакать больше. Скажи, Ир, вот вопрос. Андрея, спасибо, что переформулировали. И именно так я примерно и хотела задать тоже свой вопрос, который мы с тобой, кстати говоря, перед эфиром обсуждали. Это вот умирает человек, звонишь там в скорую и так далее, и сразу же не успел положить трубку со скорой, тебе звонят ритуальные агентства, просто обрывают телефон на мобильные, на городские, тоже очень важно, и начинают предлагать услуги. Можешь ли ты как-то рассказать, как это происходит, как это вообще возможно происходить, законно ли это, или вообще что это такое? Ну, я могу сказать, что такими методами мы на сегодняшний день вообще не пользуемся. Есть другие методы. Эти методы незаконны. Это как минимум про защиту данных клиентов. Эти данные не имеют права никто передавать. Тем не менее, ну вот, говорят, пишут, что такое происходит. Это какая-то, кто-то с кем-то договаривается незаконными методами, да, то есть, ну, правильно. Я уверена, что я, в принципе, могу про это говорить, потому что мне никто не звонит, и никто ничего, никакую информацию не сливает. Такое возможно. Все, что я могу сказать, и это один из методов, которыми пользуются некоторые агентства. Все методы хороши называется. Относительно. Относительно. Когда я разговаривала с людьми на эту тему, ну, я к этому отношусь достаточно плохо. И когда я разговаривала с людьми, в критический момент им, в принципе, не важно. Ну, не всем важно. Кого-то это раздражает. А кто-то говорит спасибо, что вы пришли к нам на помощь, и что вы можете мне сейчас помочь. А поэтому этот метод будет существовать до тех пор, пока он будет востребован. Некоторые используются. Спрос рождает предложение, наоборот. В каком необычном месте были захоронения, спрашивают. Мы не имеем права захоранивать где-то, кроме как на кладбище. Тоже хотела это сказать. Самое большое захоронение сделать можно было раньше. По-моему, вот шестиместное, наверное, было недавно у нас. Мы делали благоустройство. Сейчас при смерти человека бесплатно выдается два места. Не более. Можно докупить стрельтье за 10 базовых величий. Это уже платно. Бесплатно только два. Поэтому в необычном месте невозможно будет. Кремирование будет в Гомеле. И когда мы уже отвечали на это немножко вопрос, что сейчас... Это вопрос немножко не ко мне. Я думаю, что в аккаунтах... Ну, есть эта информация и я в Ютубе однозначно могу смотреть. Скажи, пожалуйста, есть ли в нашем бизнес... В нашем? Почему я уже в нашем говорю? Пока с тобой поговорили, сейчас уже наш бизнес. Нас сотрудники нужны. Нет, нет, нет. Я люблю свою работу. Не готова сталкиваться с таким психологическим горем. Вот я реально понимаю, что деньги хорошие, но я не готова там работать. Скажи, пожалуйста, есть ли в вашем бизнесе табу, за который не возьмется ни одно ритуальное агентство, в том числе, чтобы такое предложили, что вот точно нет? Ну, я думаю, что это если только что-то незаконное. Но так, в принципе, прям таких табу я не слышала. Делают все. Скажи, тогда еще такой вопрос. Мистика какая-нибудь была у вас? Странные совпадения, привидения, не знаю, вот что-нибудь такое. Я думаю, что мои ребята, которые непосредственно участвуют в этих процессах, я думаю, что у них баек по этому случаю будет более чем достаточно. Я помню только мужчину, который заказывал нас медальоны, спрашиваю, а вы их видите? Кого? Ну, вот они здесь. Они летают, да, ну, то есть он видит души, привидения, как это назвать. Вот с таким случаем я сталкивалась. ты думала о том, когда-нибудь, какие бы ты хотела себе похороны? Может быть, какие-то фразы на эпитафию какую-то? Вот работая в ритуальном бизнесе, думая про жизнь, думала ли ты про похороны свои? Слушай, блин, ну я, наверное, про это подумаю. Но на сегодняшний день, нет, я не думала, и, возможно, я все-таки тоже приду к тому мнению, что кремация, это будет более экологично, как минимум. Ир, можешь рассказать, сколько, какую зарплату предлагают? Смотрите, оклад 1200, все остальное зависит от сделки, от выработанных часов. А ребята к нам приходят на не нарогированный рабочий день. Это могут быть ночные выезды, смерть не выбирает, когда приходить. Это могут быть очень ранние выезды, вечерние выезды, все по-разному, в зависимости от того, сколько вы будете работать. Вот, то есть, минимум 1200, максимум 3, с лишним. Вот, пожалуйста, приходите, пишите. Я думаю, что целых ноль заявок ты получишь после этого эфира, потому что, да, на самом деле, сложная работа. А мы заканчиваем, друзья, наш эфир. У меня остается буквально несколько вопросов. Я надеюсь, что мы сможем их задать. Да, наш прекрасный. Хорошо, Ир, последний вопрос и разыграю кружку. Бывали ли у тебя какие-то странные вопросы, случаи, жалобы, странные вопросы от клиентов? Нет такого. Вот нам везет. Мы работаем с абсолютно адекватными людьми и прямо вот сейчас, может быть, если бы вы мне дали вопросы и время подготовиться заранее, скорее всего, что я бы такие ситуации вспомнила. подожди секундочку. У нас идет эфир, но нету картинки. Прекрасно. У нас каждый эфир что-нибудь замечательное происходит, но тем не менее. Вы хотели мистические случаи, вот, пожалуйста. Вот, вот мистика. Раз, два, три. Да, камера разрядилась от ваших активностей. Ну что, друзья, эфира нету, можно сесть, как хочется, хотя в нашем инстаграме, конечно же, еще смотрят. Друзья, ну что, мы как раз-таки собирались заканчивать наш эфир. Может быть, сейчас, еще на две секундочки, мы войдем в чат, как говорится, как говорится, войдем в чат, но тем не менее. Разыгрываем сегодня несколько подарков. Первый подарок от сильных новостей. Кружка, наша фирменная кружка с логотипом, с GOMEL TODAY, новенькая, прям даже с этикеткой. Я думаю, что получает ее человек клевый, интересный вопрос, с которым можно было интересно беседовать. СЕР 0003, не знаю, к сожалению, как вас зовут, где вы находитесь, но тем не менее, напишите, пожалуйста, Сергей, наверное, его зовут, предсмею предположить, СЕР 0003, напишите, пожалуйста, в нашей соцсети GOMEL TODAY, в любые наши соцсети, желательно в инстаграм, в тикток, напишите, где вы находитесь, как мы вам можем передать подарок, кружку, те люди, которые написали, уже, возможно, написали, либо еще можете написать в аккаунт содействия GOMEL, правильно я сказала, содействия GOMEL, в аккаунт инстаграм-аккаунт, и там напишите, что вы смотрели эфир с Ириной на сильных новостях, и вам будет бонус, приятный, приятный подарок, назовем это так, от агентства, которое сегодня представляет Ира. На вопрос, сколько Ира нам заплатила за интервью, скажу, что все наши интервью, которые мы проводим на сильных новостях с экспертами, никто за них нам не платит. Если вы хотите быть героем, экспертом, выступить в качестве нашего гостя на нашем эфире, пожалуйста, предлагайте свои кандидатуры в директ, можете писать в любых наших соцсетях, напишите, что хотите на эфир, и расскажите немножко о себе. Если ваша тема, бизнес интересен, то почему бы с вами не пообщаться. Вот. Ну что, друзья, Максим, вы прям так просили, я вас, честно, замечала, но вы очень активно выпрашивали эту кружку. Мне как-то было, я отметила, конечно же, вашу активность. Спасибо большое, если вы придете на наш эфир в следующий раз, можете прийти в понедельник, можете прийти на другой эфир с экспертами, мы продолжим общаться уже в конце сентября, в начале октября, потому что я ухожу в отпуск. Я тебя поздравляю. Мне нечего больше добавить, но тем не менее. Друзья, стаканы разыгрывать мы не будем, везучий копатель вы тоже напишите нам, расскажите о себе, может быть, мы проведем эфир и с вами. Ну, а у меня на этом все. Всем спасибо, кто сегодня был на нашем эфире. Надеюсь, в следующий раз у нас не выключится камера, все с батарейками будет замечательно, я продолжаю в нее смотреть, несмотря на то, что она не работает. Но, тем не менее, есть другая камера, в которую тоже можно посмотреть и еще нас смотрят в инстаграме. Да, Дима? Отлично. Все, супер, друзья, всем спасибо, ждем вас в ближайший понедельник, не помню, какое число это будет, в 7 часов, будет вместе с вами обсуждать новости Алексей. Все прекрасно знаете, кто это, я ухожу в отпуск с завтрашнего дня, так что всем спасибо, с нами была Ира Евграфова, представительница ритуального, соучредитель, не просто представитель, соучредитель ритуального агентства Содействие. Рекомендую от всей души, но надеюсь, вы не воспользуетесь ее услугами. Все, всем, друзья, наши подписчики сильных новостей, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok